Издательство Бином, лаборатория знаний. И сегодня мы с вами рассмотрим, посмотрим и внутри, и обложки тех пособий, которые выходят в нашей редакции. Пособия по подготовке детей к проверочной работе, к основному государственному экзамену и к единому государственному экзамену. Ну и, конечно, я жду ваши вопросы. Если я что-то не успею осветить или, может быть, как-то забудется в ходе вебинара, я жду ваши вопросы. И постараюсь ответить на все ваши вопросы. Итак, редакция поколения В в издательстве Бином, лаборатория знаний существует уже год. И за этот год в предметной области математика вышло очень много пособий, которые готовят детей, вернее, наверное, помогают подготовить детей к всероссийской проверочной работе, к основному государственному экзамену и к единому государственному экзамену. Ну и не только к этим, к основным итоговым работам, но и, в принципе, для освещения темы математики. И вот первое издание, которое вы видите на экране серии «Готовимся к ВПР вместе» «Математика 5 класс». И это самое первое пособие, которое вышло у нас в редакции. Оно уже у нас вышло вторым изданием. Пользуется большой популярностью и у родителей, и у учителей. Вот это 15 вариантов тестовых заданий. Это пособие могут использовать не только учителя в ходе работы на уроках, но и также родители, которые захотят проверить готовность детей к всероссийской проверочной работе. И давайте посмотрим, вот из чего состоит это пособие. Ну, во-первых, посмотрите, пожалуйста, на содержание. Первое, что мы здесь видим, это повторяем правила. Очень большой объем теоретического материала со всеми правилами, которые есть и в пятом, и в шестом классе. Хотя вот здесь вот и написано, что пятый класс на обложке. Но мы с вами понимаем, что всероссийская проверочная работа, она должна охватывать весь комплекс тем, которые изучаются в пятом классе. Но по разным учебно-методическим комплектам разные темы проходятся в пятом классе. Поэтому вот здесь вот сложность у создателей контрольно-измерительных материалов состоит в том, что надо какие-то такие задания составить, где бы ребята могли показать те знания, которые они получили по тому или иному учебно-методическому комплекту. И поэтому мы решили, что правила должны охватывать весь курс математики пятого-шестого класса. И обратите внимание, вот с третьей по восемнадцатую страницу это правила. Все правила и алгоритмы, которые существуют для решения того или иного задания, они здесь вот все охватываются. И обратите внимание, дальше идет инструкция по выполнению работы, пятнадцать вариантов. Сейчас мы на них посмотрим. Я вам объясню, в чем смысл составления этих вариантов. И обратите внимание, ответы с семьдесят первой страницы по семьдесят восьмую. То есть здесь не просто ответы, вот я вам кусочек пятнадцатого варианта показала, но и решение более сложных заданий, которые есть в этом варианте. Они представлены полностью. Итак, вот выдержки из этого пособия. Повторяем правила. Обратите внимание, свойства арифметических действий. Правила, которые ребенок должен знать или должен повторить. Дальше, пример на применении этого правила с полным объяснением решения. И дальше, обратите внимание, есть алгоритмы каких-то правил. Ну, здесь в основном ко всем правилам дается алгоритм выполнения действий. Вот, видите, умножение на разрядную единицу, одна десятая, одна сотая. Дальше приведение дробей к общему знаменателю. То есть вы видели, что большой объем вот этого вот справочного материала. Дальше идут варианты. Причем варианты, они адаптированы к демоверсии контрольно-измерительных вариантов всероссийской проверочной работы. И вот я уже вам сказала, что есть ответы, а к более сложным заданиям даются и решения. Второе пособие, о котором я хочу сказать, в общем-то, здесь тоже серия «Готовимся к ВПР вместе». Математика 5-6 класс. Это у нас серия, которая будет продолжаться. И первая книга этой серии «Дроби». Дальше вторая книга этой серии – это будут проценты. Уже книга готова к изданию. Дальше у нас пойдут рациональные, следующая книга – рациональные числа в этой серии и уравнения. А также еще выйдет в этой же серии книга по стахастике, Куда входит основной теоретический материал. Материал также задания по темам теории множеств, комбинаторика, статистика и теория вероятности. Эти книги, хотя вот мы и пишем их, что это позиционируемые как книги для 5-6 класса, Но я думаю, что они очень актуальны будут и для тех ребят, которые готовятся к экзамену в 9-м классе и в 11-м классе. Потому что тема «Дроби» очень болезненна, очень «Дроби» проценты. Тема, по которой дети допускают максимальное количество ошибок. Ну, может быть, даже иногда не только, потому что не знают. Просто, наверное, считают, что это так легко и повторять не надо, никаких правил. И, в общем-то, не обращают очень пристального внимания к решению. Кажется, что очень легко и просто. Итак, давайте посмотрим на содержание этих пособий. Значит, в этой серии по каждой теме существует два пособия. Пособия с математическим тренажером, куда входят все темы, вернее, все определения по этой теме, с разбором задач, с какими-то приемами решений. И второе пособие – это проверочные работы, где только варианты проверочных работ, причем в трех вариантах сложности. Итак, обратите внимание, введение. Все темы, которые касаются дробей, все, даже с избытком. Авторы специально пошли по этому пути для того, чтобы это пособие можно было использовать не только для детей, которым трудно дается эта тема, и надо какие-то дополнительные материалы, может быть, дополнительные слова сказать по этой теме. Но и для детей, у которых хорошо идет эта тема, и есть задания очень сложные, и я знаю, что в некоторых регионах по этой теме, вернее, по этим пособиям готовят детей 5-6 класса к олимпиадам школьного регионального уровня. И каким-то таким вот темам, по другим проверочным работам, которые проводятся в 5-6 классе. Итак, значит, давайте посмотрим, вот он, математический тренажер, что туда входит. Входит основной теоретический материал, то есть основное правило, которое дается по этому разделу. И дальше это правило обязательно иллюстрируется примером. Вот есть такой пример, вот это прям вот вырезки из пособия. Далее, значит, разбираются темы, решаются, показываются решения некоторых заданий от самых простых до сложных, как я уже сказала, и дается задание для самостоятельного решения. Значит, задание для самостоятельного решения. Вот это тренировочная работа, обратите внимание, вот она вся. И тут же даются ответы к этим заданиям. То есть вот потренировался ребенок и тут же себя проверил. А вот далее идет проверочная работа. Вот в проверочной работе уже ответы ребенок получит в конце пособия. Здесь уже ответы не даются. Или же можно еще один прием, когда вырезаются ответы, или родители, или учитель проверяет тот ответ, который ребенок должен получить. Правильный ответ. Поэтому здесь вот есть несколько вариантов использования этого тренажера для того, чтобы ребенок самостоятельно или написал ответ, а потом себя проверил, или же написал ответ, а его проверили взрослым. Дальше в проверочных работах, значит, обратите внимание, в проверочных работах по каждой теме раздела составлено шесть вариантов трехуровневых. По два варианта на каждый уровень. Причем, обратите внимание, три варианта сложности. И они обозначены следующим образом. Просто в кружочке номер заданий соответствует базовой программе. В таком светло-сером кружочке это средний уровень сложности. И в темном кружочке это уже повышенный уровень сложности заданий. Поэтому, как я уже сказала в начале, здесь три уровня сложности, и вы это пособие можете использовать для детей с разной подготовки по математике. В конце всех вариантов дается еще один вариант. Это дополнительные задания. Также два варианта. Причем, вот видите, написано сборный вариант. В этом сборном варианте десять заданий. Заданий, опять же, подобраны уже по степени от простого к сложному. И уже, как я уже сказала, что здесь можно подготовить детей к олимпиадам разных уровней. Вот обратите внимание, вот и уравнение. И вот пример. Вычислить рациональным способом. То есть знать приемы рационального вычисления. Дальше обратите внимание, здесь действительно для всех детей вы найдете задание. Ну вот, мы с вами посмотрели. Есть еще пособие, мы к ним подойдем чуть-чуть попозже. Тоже очень интересное пособие. Но перейдем к пособиям по девятому классу. Ну, уже, наверное, дети девятого-одиннадцатого классов начинают готовиться по пособиям, конкретным пособиям к основному государственному экзамену и к единому государственному экзамену. Ну вот, я здесь вот поместила слайд о том, что в математике в девятом классе произошли некоторые изменения. Изменения, ну, только в структуре контрольно-измерительного материала. У нас с вами до 2017 года было три раздела в Кимах. Это реальная математика, алгебра и геометрия. В этом году осталось у нас два раздела. Это алгебра и геометрия. Задания модуля реальная математика остались. Они просто распределены по модулям алгебра и геометрия. Количество заданий, максимальный первичный балл, система оценивания осталась без изменений. И вот здесь вы видите вот справа обложку пособия, которое называется «Близподготовка». Это пособие у нас новое, очень интересное пособие и в чём его интересность заключается. Ну, вот обратите внимание, сейчас вы видите перед собой содержание этого пособия. И в самом названии, наверное, заключена расшифровка «Близподготовка». То есть подготовка быстрая, ну, можно так сказать, к основному экзамену. Хотя быстро подготовиться за четыре недели, я думаю, что это нереально. Но, по крайней мере, использовать те знания, которые получили за весь год, а потом их систематизировать, ну, наверное, это будет реально. И теперь обратим внимание. Значит, всё содержание пособия разбито на четыре недели. В эти четыре недели, каждая неделя разбито по дням. Последние, первые четыре дня – это систематизация всего материала, который изучался по темам. Шестой и седьмой день – это проведение тренировочных и проверочных работ. Темы, которые здесь даны, они охватывают все темы спецификации основного государственного экзамена. Вот, обратите внимание, вот они все темы, которые есть в спецификации. И в конце даны четыре варианта, четыре варианта проверочной работы. На что хочу обратить внимание. Значит, БЛИЦ-подготовка осуществляется только для первой части. Вторую часть. Здесь уже, конечно, за четыре недели не подготовишься и не систематизируешь. Здесь уже должна быть ко второй части более такая тщательная подготовка, вдумчивая в течение всего курса математики, начиная, наверное, с первого класса по девятый класс. И здесь уже за четыре недели не охватишь весь тот объем, который должен быть изучен. Ну вот, для первой части, конечно, вот такое вот концентрированное решение проблемы, оно, наверное, вот подойдет. Итак, давайте посмотрим, что внутри. Итак, вот она у нас идет первая неделя. Первая неделя, день первой, второй, тема обыкновенные други. Опять же, начинается с разбора простых задач. Примеры обязательно с разбором. Значит, здесь включаются и задания по алгебре, и задания по геометрии с полным разбором, с полным решением. Причем, смотрите, в начале перед вариантами, перед темами идут справочные материалы. Даются те справочные материалы, которые ребенок получит вместе с контрольно-измерительными материалами на экзамене. И причем вот здесь надо еще обратить внимание на то, что надо готовить детей к тому, чтобы они помнили, а может быть даже и знали, что справочные материалы у них есть. И не надо паниковать по поводу того, что «Ой, я забыл формулу, как она выглядит». Все основные формулы, все основные понятия, которые ребенок должен знать, есть в справочных материалах. И вот с этого и начинается пособие. И дальше в пособии, когда ребенок должен понять, что он, если забыл квадрат какого-то числа, он может посмотреть, там есть этот материал. И в ходе решения заданий мы ссылаемся на то или иное правило, которое ребенок может использовать, заглядывая в справочные материалы. Очень часто дети на экзамене от волнения забывают, что есть такие справочные материалы, и в панике понимают, что они не могут решить. Вот это тоже у нас с вами на это обращаем внимание в ходе разбора заданий. Это вот проходит первая неделя, первый день обыкновенной дроби. Потом идет обязательно в конце любого дня задание для самостоятельного решения. И дальше день шестой и день седьмой – тренировочная работа и проверочная работа. Все проверочные и тренировочные работы составлены в структуре контрольно-измерительных материалов 2017 года. Вот давайте посмотрим. Потом идут день второй, десятичные дроби. В логике изучения материала все проходим. Вот обратите внимание, для ребенка такая подсказка – задания, которые касаются модуля алгебры. А вот значок, где начинаются задания модуля геометрии. То есть в этой же теме идут и задания геометрического характера. Опять же, в конце любого дня идут задания для самостоятельного решения. И в конце пособия ко всем этим заданиям есть ответы. Абсолютно ко всем. Там, где есть сложные задания, там, конечно, даются еще и какие-то приемы вычисления или приемы решения того или иного задания. Кстати, хочу отметить, что геометрия составлена. Здесь очень удобно в том плане, что геометрические задания составлены с учетом того, какая тема изучается. Вот если изучали обыкновенные дроби, то у нас геометрические задания составлены с данными именно в обыкновенных дробях. Повторяем мы с вами десятичные дроби. У нас с вами задания идут в условии десятичные дроби. Поэтому здесь вот и геометрический материал, и алгебраический материал, вычислительные задания, они очень перекликаются. Поэтому очень удобно повторять по всем разделам эту тему. Вот дальше арифметический квадратный корень. Вот неделя вторая, день второй. Опять же, задания из модуля алгебры. И дальше пойдут аналогичные, но не аналогичные задания по теме арифметический квадратный корень, но только геометрического характера. Так, вот тренировочные работы. Я вам уже сказала, что у нас тренировочные варианты. Четыре варианта, которые составлены с учетом тех изменений, которые произошли в контрольно-измерительных материалах в девятом классе. И помогут и родителям разобраться вместе с детьми, а может быть детям помочь. И детям самостоятельно можно будет тоже повторить, изучить эти темы. И учителю можно будет за месяц до начала экзамена вот таким образом повторить с детьми весь пройденный материал. Это вот мы с вами разобрали пособие, которое называется БЛИЦ-подготовка к государственному экзамену за курс основной школы. Еще раз хочу напомнить, уважаемые коллеги, что это пособие у нас рассчитано только на повторение первой части и закрепление материала первой части экзаменационной работы. Вторая часть здесь не рассматривается и никакие задания для второй части здесь не включаются, только первая часть. Так, к предыдущему слайду мы перейдем чуть позже. Это как раз слайд, который нам показывает, где можно заказать пособие. Вот теперь смотрите, для основного государственного экзамена у нас есть еще одно такое очень интересное пособие, которое у нас получилось в результате совместно с разработчиками контрольно-измерительных материалов, сотрудниками ФИПИ. Вот такое пособие, которое называется 20 вариантов. Но это не только такие типовые варианты. Нет, ни в коем случае. Весь интерес заключается в том, что здесь в этом пособии представлены и тематические задания, и задания по номерам. Здесь, значит, очень внимательно коллеге надо прочитать введение, в котором написано все, что заложено, прописано все, что заложено в этом пособии. Что именно сделано? Значит, опять же, начинаем с того, что даны те справочные материалы, которые ребенок увидит перед собой на экзамене. Вот они, вот буква в букву, слово в слово. И таким образом расположены, как они увидят их в кимах. Вот по алгебре, по геометрии, вот это справочные материалы. Дальше, что мы сделали? Значит, раздел «Тематические экзаменационные задания с кратким ответом». Вот у нас с вами на обложке написано 20 вариантов. 20 вариантов. Значит, мы взяли, например, первое задание всех 20 вариантов. Вот они, видите, с первого по 20-е. Причем у нас здесь 4 уровня сложности. То есть первые 4 задания, первые 4 задания очень простые. Дальше идут 4 задания более сложного характера. И последние 4 задания, обратите внимание, они уже такого вот очень сложного характера. Поэтому, когда в классе будете использовать это пособие, то у вас здесь возможен такой дифференцированный подход к подаче вариантов для каждой категории детей. Если вы знаете, что у вас есть группа слабых ребят, значит, они вот какую-то вот первую группу заданий делают и так далее. То есть здесь вы можете рассчитывать на то, что вы найдете задание на 4 уровня сложности. И так сделано каждое задание. Вот сейчас я опять вернусь. Значит, обратите внимание, задание первое. Дальше задание второе идет таким же образом, разбито вот на 20. Вот их 20 задания. Третье, четвертое и так далее. То есть у вас тематические экзаменационные задания идут. По каждому заданию. Далее, после того, как все, сколько у нас в первой части заданий, как только они заканчиваются, идут варианты, которые составлены из этих вот тематических заданий. То есть у нас первая часть охватывается сначала по темам, рассматривается по темам. Потом собираются варианты, так же вот как они это видят, модуль алгебра, модуль геометрия. То есть вы можете это составлять в варианте. Причем вы можете, так как у вас есть набор для каждого типа заданий, вы можете составлять, комбинировать так, как вам удобно. Какие-то варианты. То есть получается у вас число перестановок из 20 по 20. Вы можете переставлять и составлять свои варианты. То есть использовать те варианты, которые составлены авторским коллективом. Или же составить свои варианты, которые подойдут для ваших детей. Комбинировать эти варианты. Дальше что сделали? Дальше пошли тематические экзаменационные задания части 2. Из 21 задания точно так же идут задания 21. Их 20 штук. И опять же 4 уровня сложности. Обратите внимание. Первые более простые. Первая четверка. Вторая четверка уже более повышенного уровня сложности. И дальше обратите внимание с 17 по 20. Вот какие задания для ребят, которые уже мотивированы на более высокие баллы. Вот задание 22. Вот так же их 20 заданий. И после этого составлены еще варианты из заданий второй части. И в конце пособия есть образцы решения заданий второй части. К некоторым вариантам не ко всем, но к некоторым вариантам есть те образцы, которые соответствуют тем требованиям, которые предъявляются экспертами при проверке второй части. Вот, по-моему, 4 варианта разбора заданий второй части здесь присутствуют. Далее идут ответы ко всем вариантам. Причем ответы составлены таким образом, что они есть и к тематическим заданиям, и к заданиям по вариантам. То есть вам не придется искать, где какое задание имеет ответ, но представлены для разной категории, то есть структуры, которые есть. Что еще интересного есть в этом пособии, это лист достижений. Вот пример листа достижения, который приводится здесь, как с ним работают и как его заполняют. Причем это реальный лист, вот авторы предоставили любезно нам, реальный лист достижений. Причем по этому листу достижений и учитель, и ученик, и родители очень хорошо видят, какую тему ребенок, например, совсем не усвоил. Вот какая-то тема идет, там вот время выполнения на тот или иной вариант. Это в первую очередь, хватает ли ребенку времени на первую и на вторую часть. Какие темы, вот он вот совсем никак не усваивает в течение всего ухода решения всех задач, причем там 20 вариантов. Вот он 20 вариантов прорешал, и вот только один раз у него какой-то там успех получился. Вот темы, которые еще не пройдены, значит мы их пока исключаем из рассмотрения. Вот она тема не пройдена, не пройдена совсем. Вот когда там к какому-то варианту ребенок уже эту тему начал осваивать, но пока не получалось, а вот потом получились. То есть очень такой, знаете, наглядный пример того, что ребенок умеет делать, что делать, пока еще не умеет, не усвоил, или что-то не получается. То есть на что надо обратить внимание. Вот такое очень интересное пособие по 9 классу у нас получилось. И я уверена, что это пособие очень поможет вам при подготовке детей к итоговой аттестации. Вот второе, другое пособие, которое я вам хочу показать к основному государственному экзамену, это задание повышенного и высокого уровня сложности. Вот цель данного пособия, ну вот показать не только различные способы и приемы решений задач, да, повышенного и высокого уровня сложности, но и примеры оформления решений этих заданий. Автор пособия крайнего Лариса Борисовна, которая является членом экспертной группы по проверке заданий второй части и за многолетний опыт работы в экспертной группе Лариса Борисовна вот нам любезно предоставила опыт своей работы. Опять же, предисловие. Обратите внимание, из чего состоит это пособие. В части первой представлены 20 заданий базового уровня и вторая часть имеет вид традиционной контрольной работы, которая состоит из шести заданий. Здесь в этом пособии разбирается только задание второй части. И вот давайте посмотрим на содержание. Опять же, теоретические сведения и справочные материалы. Но в данном пособии теоретические сведения и справочные материалы имеют более расширенный характер. Здесь не только те справочные материалы, которые ребенок увидит, получит в кино, но и более расширенного характера. Еще и теоретические сведения, какие-то теоремы, какие-то свойства, которых нет в справочных материалах. Это поможет некоторым ребятам, может быть, не только повторить, но и какие-то свойства и теоремы узнать. Итак, обратите внимание, задачи с 21 по 26. Для каждой задачи даются задания для самостоятельного решения. В конце 10 диагностических работ, но только из заданий второй части контрольной работы. И, безусловно, конечно, ответы ко всем заданиям и ко всем вариантам. И давайте посмотрим внутреннее содержание. Вот я вам сейчас показываю вот эти самые теоретические сведения и справочные материалы. Причем они очень обширно занимают большой объем этого пособия. И, как я уже сказала, они разного уровня, касающиеся всех тем курса и алгебры, и геометрии. Те свойства, которые, в общем-то, ребенок не получит в справочных материалах КИМа. И вот, обратите внимание, значит, вот решить уравнение. Задача номер 21. Решить уравнение. Вот данный пример разбирается тремя способами. Вот как минимум любая задача разбирается двумя способами. Некоторые задания разбираются тремя способами. И здесь способы, те, которые наиболее часто встречаются в описании детей. То есть кто-то будет писать вот так вот словами. Разбирай, да. Второй способ. То есть вводятся какие-то обозначения. Причем равносильные здесь знак равносильности, вернее, совокупный, да, равносильности используется, должен использоваться там так, как он по правилам математики должен использоваться. И вот третий способ, когда не надо никаких слов. Но здесь вы, как видите, третий способ для тех детей, которые понимают вообще, где ставится равносильность, где ставится следствие. И ребенок должен понимать, как это правильно использовать и записывать. То есть это не вот взял пример и так начал описывать. Это уже та система, которая, наверное, используется на уроках постоянно. Вот дальше еще типы заданий. Видите, системы уравнений. Как они решаются? Опять же, несколькими способами, да. Способ первый, способ второй. Как они решаются? И как правильно оформляются для того, чтобы у эксперта не возникло вопросов при проверке вот этой второй части, вот этого задания. Дальше обратите внимание, вот тоже двумя, как я уже сказала, любой пример разбирается двумя, как минимум способами. Некоторые, тремя и даже есть задания, которые разбираются более чем тремя способами. Вот с неравенствами, например, это всегда вызывает наибольший вопрос у экспертов, как ребенок должен оформить это задание. То есть вот все нюансы, которые возникают при проверке у экспертов, вот они здесь учтены. Ну вот все типы заданий, причем в пособии разбираются все типы заданий, которые в задании номер 21 используются. Это уравнение, это неравенство, это вот нахождение значений выражения. Опять же, вот видите, здесь вот идут несколько способов разбора. И вот, вот более сложные задания. Ну, может быть, скажете, что не встречалось такого задания никогда, но кто знает. По крайней мере, в базе заданий к основному государственному экзамену такой тип задач есть. Ну, а будет он или не будет, это уже узнаем, когда наступит экзамен. Ну, по крайней мере, образцы решения показаны такого типа заданий. И в конце задания 21 дается задание для самостоятельного решения. Их вот здесь вот только 7 представлено, но и гораздо больше. Доходит до 20 примеров для самостоятельного решения. Причем, опять же, хочу сказать все типы заданий, которые есть в базе, в банке заданий к основному государственному экзамену. Вот задача номер 22. Это текстовая задача. Это всегда очень проблематичные задания для и основного государственного экзамена, и для единого государственного экзамена. Проблема с текстовыми задачами, наверное, существовала, существует и будет существовать. Поэтому, как оформить правильно задание, решение этого задания, чтобы не было вопросов у эксперта, вот здесь представлено. Причем, опять же, представлены разные способы. Вот в данном случае это оформление решения табличкой. Где-то есть описание, как описываются задачи. Есть приемы геометрических способов и графических способов решения текстовых задач. Это очень интересный способ. Но, опять же, вот знаете, начинать показывать детям в 9 классе, это я считаю, что уже поздно. Такие приемы решений задач, текстовых задач надо, конечно, разбирать с 7 класса, когда дети уже знают, что такое графики, да, как строить графики, как читать графики правильно, как сопоставлять и как получить ответ, глядя на этот график. Ну, конечно, это не в конце 9 класса разбирается, это в течение всего курса изучения алгебры этот способ должен присутствовать. Практически все задачи Лариса Борисовна показывает, как решаются и геометрическим способом. Очень интересный, кстати, способ, очень информативный такой, вы знаете, вот подход, что на графике видно все. И можно получить ответ, причем очень быстро, при минимуме всяких описательных, моментов, когда дети начинают описывать и запутываются в ходе своих описаний. Ну, здесь вот очень все видно, хорошо. Дальше обратите внимание, вот они текстовые задачи, причем с нахождением средней скорости автомобиля. Да, казалось бы, задача не сложная, но почему-то процент выполнения этой задачи не очень высок. Ну, вот опять же два способа решения заданий. И вот задачи, следующие задачи, это на... Задача на то, что из свежих фруктов получаются сухие фрукты. И вот эта вот задача, она практически процент ее выполнения, там, процентов 10 выполняет. Поэтому она представляет большую сложность, и вот она очень тщательно разбирается. И опять же, в конце 20, вот этого разбора, задания 22, идут задания для самостоятельного решения. Этих задач очень много, их, конечно, не 4, их около 15 этих задач. Причем они разного, опять же, характера. Все задачи, которые... Вся тематика задач, которая есть в базе заданий. Ну, уже дальше более сложные задачи. Это задачи с параметром, как вы видите, задачи на графическое решение. Разбираются также все типы задач, причем и построены графики. Разбирается все это аккуратно с графиками, как графики строятся. Вот, посмотрите, очень такое красивое задание. Построить график. И указать множество точек плоскости, которые удовлетворяют вот этому условию. Тоже очень интересное задание. Как оно решается, как оно описывается. И, опять же, идут в конце каждого задания задачи для самостоятельного решения. Ну, вот здесь представлено только 4 задания. 24-я геометрическая задача. Задачи, опять же, задачи разного типа. И вот обратите внимание, как описывается решение, как описывается доказательство того или иного свойства. На чем дети всегда очень часто засыпают, засыпаются. Когда вроде кажется, что вот тот факт, что, например, вот биссектриса отсекает равнобедренный треугольник. Вот почему-то они это не доказывают, а считают, что это известный факт. И эксперт это знает. Эксперт знает. Но он должен знать, должен понять, что и ребенок знает. Вот на это тоже надо обратить внимание. Вот, опять же, после 24-й задачи идут задания для самостоятельного решения. 25-я задача. 25-е задание. Это уже задание на доказательство. И обратите внимание, как здесь вот расписано это доказательство, и как оно ребенком должно описываться. Ну и задачи, вот после 25-й задачи, задачи для самостоятельного решения. Это после каждой задачи. 26-я более сложная задача. Вот она, опять же, геометрическая. Здесь уже очень сложные задания за курс основной школы, где дети должны вообще понимать и показать, что они понимают, как решается то или иное задание. И вот задание для самостоятельного решения. То есть вот здесь потом, дальше обратите внимание, идут диагностические работы. И я сказала, что их, этих диагностических работ, 10. Причем диагностические работы только по второй части. Только по второй части. Потому что здесь, видите, вот в названии задание повышенного и высокого уровня сложности. То есть здесь в этом пособии разбираются задания только второй части. И поэтому составлено 10 диагностических работ по модулю алгебры и по модулю геометрия только из второй части. Ну вот такое очень интересное, хорошее пособие, которое поможет сориентировать детей на правильное оформление второй части. Ну вот я уже сказала, что к каждому заданию есть ответы и к диагностическим работам тоже есть ответы. Ну, надеемся, что это пособие очень поможет и родителям, и детям, и учителям для того, чтобы осознанно и очень хорошо подготовиться к решению второй части основного государственного экзамена. Также у нас вышел справочник по геометрии в формулах и таблицах. Автор Ткачёва Марья Владимировна. Это автор учебников по алгебре. Она входит в состав авторского коллектива учебников и Алимова и Калягина. Вот я на что хочу обратить внимание. Вот содержание. Все темы, которые входят в курс основной школы по геометрии, в этом пособии есть. Очень внимательно такая, знаете, краткая выжимка всех тем основных. Какие-то определения понятия, причем каждое определение понятия иллюстрировано рисунком. Обязательно все это рассматривается. Любое понятие, которое входит в курс геометрии, оно обязательно иллюстрируется вот таким вот наглядным примером. И я думаю, что это пособие поможет ребятам повторить, а может быть, некоторые свойства и увидеть первый раз и выучить их. Значит, вот смотрите, вот площадь треугольника. Вот все формулы, с помощью которых можно найти площадь треугольника. Вот прямоугольный треугольник. Основные понятия в этом прямоугольном треугольнике. Основные факты и соотношение в прямоугольном треугольнике. То есть все, что касается основной школы, все здесь собрано очень компактно для того, чтобы можно было найти любое определение или любое понятие. И подготовиться, и повторить, или же использовать при решении или домашней работы, или классной работы. Еще о двух пособиях хочу сказать. Это пособие для единого государственного экзамена. Называется ЕГЭ 2018. Математика. Базовый уровень и профильный уровень. Вот 15 вариантов у нас для профильного уровня. И 20 вариантов пособия на базовом уровне. Ну, здесь эти пособия, они в таком классическом варианте для того, чтобы отработать навык решения. То есть набить руку, как говорится. И 20 вариантов базового уровня, и 15 вариантов профильного уровня. Вот что входит туда. Вот они, опять же, справочные материалы, которые даются детям на базовом уровне. И дальше идет набор вариантов. Опять же, здесь варианты, они многоуровневые. Значит, у нас в 20 вариантах. Первые 4 варианта – это простые варианты. Дальше идет увеличение степени сложности на следующих 4 вариантов. Дальше идет еще выше. И высокий уровень базового уровня. Опять же, еще раз хочу сказать, это задание для базового уровня. Но и на базовом у нас с вами идет дифференциация степени сложности. Обязательно прочтите введение, где описано, как работать с этим пособием, с чего начинать, как заканчивать и что в результате вы должны получить. Так, вот вы видите сейчас странички со справочным материалом. Это все, что ребенок увидит в КИМах на едином государственном экзамене на базовом уровне. На профиле такого нет. Идут варианты. Вот они, варианты. И в этом пособии очень интересная задумка авторского коллектива. Вот какая. Смотрите. Даны бланки ответов. Эта проблема существует, и она повторяется из года в год. Были даже такие случаи, когда дети, вроде бы, решив правильно всю первую часть, забывали оформить бланк ответов. Это была катастрофа. Не надо забывать ни родителям, ни учителям и детям, что решил первую часть, обязательно запиши бланк ответов. Но не надо, конечно, торопиться, потому что исправлять, конечно, можно в бланке ответов, но количество исправлений, конечно, ограничено. Итак, смотрите. Вот эти вот бланки ответов, они разрезные. Вырезается. Например, вы решили первый вариант. Вот отрезали этот кусочек бланка. Ребенок заполнил его. И что делаем? Прикладываем к ответам. Специально мы вот так расположили строчки, что они совпадают. И ребенок проверяет правильность записанного ответа. Это как раз нацеливает учащегося на то, что он обязательно должен заполнить бланк ответов. Ну, такой прием не забыть. Бланк ответов полный есть, который ребенок увидит на экзамене. И также вот мы, как и в девятом классе, предоставили лист достижений. Лист достижений. Есть пример этого листа. Обратите внимание, какие-то темы не прошли, значит, задание на эту тему не выполняется. Вот задание девятнадцатое не прошли, а к какому-то следующему варианту это задание изучили, но что-то не получалось. А потом получилось. Значит, уже ребенок усвоил эту тему. Ну вот, опять же, и родителям, и самому учащемуся, и учителю понятно, какая-то тема дается, а может быть, вот там хорошо-хорошо с переменным успехом. То получилось, то не получилось, то получилось, то не получилось. Это реальный бланк листа достижений, причем и время тоже реальное, которое ребенок выполнял в этой работе. Поэтому здесь очень такой, знаете, методически интересный подход для проверки достижений своего результата. Ну и вот он так, этот лист достижений выглядит в чистом виде, куда ребенок будет вписывать время, которое он затрачивает на этот вариант и достижение своих результатов подготовки к базовому экзамену. Ну, профильный, на профильном, на профильном уровне пособия это 15 вариантов. Это уже задание для тех, кто математику изучает на повышенном и высоком уровне сложности. И это учебное пособие также имеет ответы, лист достижений, справочные материалы. Но справочные материалы, опять же, авторы этих пособий пошли по тому принципу, что ребенок должен быть готов к тому, что он вот какой набор справочных материалов имеет и ничего другого. И дальше идут 15 вариантов, которые соответствуют, опять же, несколько уровней сложности. И здесь уже, опять же, по 4, вернее, по 3, извиняюсь, 5 планов. Первые 5 вариантов, то есть получается 3 уровня сложности на каждом, на каждом, на каждом варианте. Вот бланк ответов. Бланк ответов. Также мы пошли по тому принципу, что вот, видите, разрезной бланк ответов. И ребенок может... Вот он разрезает, заполняет, прикладывает к ответам и проверяет. То есть здесь вот очень удобно проверить ему сразу. И видно, что выполнил, что не выполнил. Вот мы с вами посмотрели пособия, которые у нас есть в редакции для подготовки к сроссийской проверочной работе, к основному государственному экзамену и к единому государственному экзамену. А сейчас вы видите пособие, которое очень интересное. Оно у нас вот уже скоро выйдет. Пособие, которое, я думаю, вас заинтересует. Которое относится к проектной деятельности на уроках математики. Это серия математика в мире профессий. И первое пособие, которое вышло в этой серии, называется «Школа ремонта». Очень часто учителя говорят, вот были бы задания, которые можно использовать в качестве проектной исследовательской работы. И вот мы нашли такого автора, Ольгу Владимирович Боскина, который сделала очень интересное пособие. Давайте на него посмотрим, из чего оно состоит. Значит, там ситуация следующая. Есть некий заказ на ремонт детской комнаты. Два мальчика, которые живут в этой комнате. Один интересуется футболом, другой интересуется путешествиями. И родители очень хотят отремонтировать комнату этих детей. Вот именно в том направлении, в котором у них идет развитие интереса. И вот какие обои надо купить. Сколько обоев надо купить. Сколько надо купить, там вот планочки, которые отделочная планочка. Смету, как составить смету, как рассчитать. Вот это проект, который, я думаю, что будет интересен. И задача очень интересная. То есть вот это пособие вокруг одной этой проблемы. Это проект. Проект для детей четвертого и для детей пятого класса подойдет. Поэтому я думаю, что это пособие будет для вас интересно. В этой серии мы планируем сделать еще несколько пособий. Не только школы ремонта, но и семейный бюджет. И еще несколько тем. Поэтому следите за нашими выпусками, где вы можете найти наши пособия. Вот я вам сейчас представила эту картинку. И вот адрес торговый дом Абрис. www.td.abris.ru Здесь есть интернет-магазин, в котором вы можете заказать пособие, зная его название. А как вы можете узнать название? Это вот здесь вот есть такая вот ссылка, которая называется «Прайс лист». Если есть какие-то предложения, замечания, не можете найти, что-то не получается при заказе этого пособия, то я вам вот сейчас предоставляю свой электронный адрес. Вы можете мне написать, и мы уже тогда более детально разберемся в той проблеме, которая у вас возникла. Ну вот, если есть вопросы, то сейчас посмотрим. Ну, давайте посмотрим. коллеги напишите что вы имеете ввиду мне на почту на электронную что вы имеете ввиду в плане экстренной подготовки тематическое планирование или это какое-то пособие должно быть что вы имеете ввиду в плане экстренной подготовки с удовольствием с удовольствием конечно и по вашим запросам и по вашим предложениям мы сделаем те пособия которые вам будут необходимы и полезны лиц подготовка еще вопросы так ну и что в результате дорогие коллеги я так как у нас сегодня 21 декабря скоро у нас наступает новый год осталось совсем недолго до него я хочу вас поздравить всех с наступающим новым годом пожелать вам здоровья творческих успехов и очень хорошей подготовки ко всем выпускным экзаменам по математике и я думаю что с нашими пособиями у вас эта подготовка пройдет без проблем и дети очень хорошо сдадут экзамен еще раз с новым годом спасибо за внимание до свидания и Продолжение следует...